Я на цену покажу, сама страна не кишу, память космоса, и сезала на консель, и я дрожу. Точно, хоть, где-то, точно, хоть, где-то, на шаг, где-то, у нее, как-то, точно, не видела. Много ярких костюмов, творческих номеров и эмоций. Все это традиционный фестиваль «Солнечная акварель», который проводится уже 16 лет. Главные герои этого творческого марафона – воспитанники детских садов города Полевского. 14 дошкольных образовательных учреждений подготовили 16 номеров. Возраст участников – от 6 до 7 лет. Это своего рода отчетный концерт. Музыкальные руководители потрудились на славу. Для каждого номера подобраны костюмы. Каждое выступление имеет свой характер, особый цвет. Все музыкальные руководители работают по полной и предоставляют все необычные номера, потому что работать с детьми – это одно удовольствие, но в то же время, конечно, нужно набраться много терпения и сил. Как рассказывают педагоги, дети с большим желанием готовятся к выступлению, подбирают и шьют костюмы, ходят на примерки, репетируют. Вся эта подготовка нравится детям. Много из них впервые на такой большой сцене Дворца культуры. Детский сад номер 54 подготовили номер, который называется «Я пою». В нем участвовали 14 человек. Дети любят танцевать. Мы подобрали песню, которая так и называется «Я танцую». Целый день танцую я, а со мной мои друзья. В ритме танца пусть закружится земля. Долго мы готовились. А не страшно было сегодня на сцене? Нет, мне не страшно было. У «Солнечной акварели» нет одного победителя. Здесь все победители. Этот фестиваль бывает в жизни ребенка только один раз. И главное – открыть в детях все грани их талантов, чтобы после окончания садика они уже смогли дальше заниматься творчеством. Сегодня педагоги со своими детишками получают грамоты за свои творческие номера. Перед нами стоит задача на сегодня развить способности. Это основная задача, которая ставит перед нами наше законодательство. И очень важно это выявить, причем на ранней стадии, и суметь так реализовать вот эти задачи, которые перед нами стоят, чтобы уже я в школу ребенок, вот некоторые навыки художественного, творческого характера, интеллектуального характера он уже имел. Очень вероятно, что из тех детей, кого сегодня мы видели на сцене, и дальше продолжат заниматься творчеством. Игорь Соколов, Алексей Карибанов. Новости. Твой день.